Здравствуйте всем! Сегодня я поговорю по поводу интервального голодания. Меня очень много спрашивают. И также я расскажу, кому нужно интервальное голодание, кому противопоказано. И я просто сейчас прохожу по вопросам на компьютере. Меня вот спрашивают, расскажите, пожалуйста, по поводу тренировок на голодный желудок. Хорошо, это тоже тогда расскажу. Итак, диетологи утверждают, что да, интервальное голодание – это хороший способ быстро похудеть. Я с этим соглашусь, да, потому что я сама голодала. Самое большее – это было 38 часов. В этот день я находилась дома. И это важно, если важно находиться дома, когда ты делаешь интервальное голодание, тем более такое время. Мой опыт, скажу, да, было легко. Я была mentally настроена на интервальное голодание. Вот это было. Я раньше постоянно каждый понедельник голодала целый день, а потом прекратила. Вот. Ну, у меня есть свои причины, по которым я прекратила. Я, может, расскажу в этом видео в конце. Так, по поводу пятиразовое питание. Пятиразовое питание ускоряет обмен веществ, так утверждают диетологи. С одной стороны, да, а с другой стороны, это неудобно бывает, это не конвиниен. Не каждый может есть пять раз в день. Если человек просто физически не может есть пять раз в день, а вы его заставляете есть пять раз в день, это не сработает в дальнейшем. Поэтому надо адаптироваться, чтобы этому человеку подошло. Если этому человеку подходит, то более вероятно, человек, у него диетный, человек стик этой диете. И он будет продолжать. Вот. По поводу интервального голодания. 16-8 часов. Что такое 16-8? 16-8 часов человек голодает, а 8 часов человек ест. Опять-таки, иногда люди не используют свой мозг. Почему? Потому что, когда ты человеку говоришь, 8 часов ты можешь есть все, что ты хочешь, у человека просто не закрывается рот. А тогда какой смысл делать интервальное голодание? Вообще человек должен задуматься, зачем ему это надо? Для чего это ему надо? Для здоровья? Для здоровья очень много есть других способов, чем интервальное голодание. Также противопоказано интервальное голодание у кого гастрит, проблемы с желчным пузырем, надпочечниками, а также беременным и кормящим, особенно кормящим. Потому что, если вы будете голодать, то у вас не будет молока. Хотя здесь не совсем всегда это правильно. Я сама кормила грудью, и я замечала, что если я 4-5 часов не поему, у меня молока столько же было, сколько и когда я ела. Потому что у меня вес был 106 килограмм, поэтому молока у меня было нормально. Так, на пустой желудок можно ли тренироваться? Вот я вам расскажу. По своему опыту я скажу, что утром хорошо делать кардио 30 минут, а после тебя не хватает. Почему? Потому что на пустой желудок тяжело тренироваться, а особенно тяжело поднимать веса. Я, когда готовилась к соревнованиям, я тренировалась... Вот утром я делала кардио, а вечером я поднимала штангу, делала веса. Почему? Потому что утром я не могла физически это сделать, поднять гантели. У меня просто сил не было. Хотите быть сильными, надо поесть, а потом идти тренироваться. Некоторые, конечно, могут, и я респект, это... Некоторые могут и час бегать утром. Да, я тоже пробовала, но для меня это... Я считаю, это как-то тяжело чуть-чуть. Да. Вот. Так, интервальное голодание стимулирует аутофагию. Что такое аутофагия? Это механизм, с помощью которого живые клетки избавляются от дефектов белков и органелл. То есть, когда происходит аутофагия, то наш организм берёт старые повреждённые клетки, поедает их и вырабатывает новые клетки. В голодании хорошо не спортом заниматься, а учиться, читать, сдавать экзамены. Вот в голодании это идёт в самый раз. Я даже на себе это заметила. Не шоколадку перед экзаменами надо съесть, а надо идти на голодный желудок. На голодный желудок у вас будет мозг работать в full capacity. У вас будет мозг просто как компьютер и гугл работать. А когда вы идёте на полный желудок сдавать экзамены или пытаетесь что-то учить, то вас надолго не хватит, и у вас... Ну, мозг не работает так. Вот мозг на полный желудок, мозг... То есть, организм хорошо работает в спортзале. На голодный желудок мозг хорошо работает учиться. Так, дальше. Ещё одно. Вот спрашиваю, это можно ли соблюдать интервальное голодание при депрессии? Да, конечно, можно. Почему? Потому что когда человек поест, он просто садится на диван, на кресло, и больше ни о чём не думает, как только переварить пищу. А когда ты голодаешь, то у тебя организм как-то не думает о депрессии. Ты более такой, вот ты думаешь, что бы сделать, чтобы вот... Вот ты хочешь что-то учиться, ты хочешь что-то делать, ты вот хочешь именно что-то вот познавать новое, когда ты голодаешь. Поэтому, да, конечно, наверное, при депрессии это поможет. Потому что когда человек в депрессии, это некоторые нейроны, они просто в спячем состоянии. А когда человек голодает, повышается аутофагия, вырабатываются кетоны, вырабатывается beta-hydroxybutyrate, то есть организм плотно живёт на кетонах вместо сахара. То, что вы похудеете очень быстро за 2-3 дня на интервальном голодании, да, но это будет вода, но это не будет жир. Вы сначала потеряете воду, потом чуть-чуть мышечную массу, а когда вы перестанете уже голодать, тогда вы... Тогда организм перейдёт на жир, а в этот момент вы перестаёте голодать. Так вы попьёте воды, вы поедите что-то, и вот все ваши килограмм 2-3 вернутся обратно. А при этом гормон грелин, который говорит, дай поесть, который тебя в голову бьёт и говорит, дай поесть, дай поесть, дай поесть. А лептин, гормон в желудке, который говорит, а я не сытый вообще, я не чувствую, что там есть. Ты хоть съел тонну еды, а ты не чувствуешь. У тебя просто лептин это не видит. Поэтому, опять-таки, интервальное голодание подходит не всем. Некоторые просто становятся бешеные на еду потом. Поэтому не подходят всем. Также я не советую интервальное голодание, если у вас есть eating disorder. Если вы худеете, поправляетесь, худеете, поправляетесь, потом опять ищите какую-то диету, садитесь на диету, с диеты на диету. А если у вас еще есть анорексия, а вместе с ней, если у вас есть булимия, то интервальное голодание не для вас будет. Вам нужен психолог сначала. А потом уже, может быть, в будущем подумать о интервальном голодании. Да, еще что? А, да, вот, еще есть. Ежедневное интервальное голодание способно уменьшить проявление симптомов болезни Альцгеймера у 9 из 10 пациентов. Это исследование было в 2017 году. Хорошее исследование. Да, это исследование я сама читала. И результаты были, конечно, очень такими даже интересными. Может быть, поэтому я и попробовала голодать 38 часов. Мне сначала показалось это легко. А потом, когда у тебя... Вот здесь есть точка. Когда вы соблюдаете интервальное голодание, сахар у вас может скакать вверх, вниз, вверх, вниз. Может, допустим, 5,6 быть, 7,3 быть. А потом раз, резко у вас 4,3, 4, может. Такие перепады сахара, это нормально. Но когда у вас понижается давление, вот здесь уже вам организм говорит, все, на этом интервальное голодание у нас заканчивается. Потому что когда падает уже давление, то тогда сразу прекращайте. Также выходить из интервального, из голода нужно очень и очень осторожно. Просто некоторые, я знаю лично, которые соблюдают голодание, они уже готовят еду за день до того, когда они просыпаются утром и начинают сразу большим количеством еды забивать свой желудок. Надо с голодания сходить очень плавно. Допустим, с бульона, с овсяной каши на воде. Надо очень аккуратно. Особенно если вы едите овсяную кашу, то, конечно, безглютеновая после голодания. Еще, обязательно ли есть сразу после тренировки? Нет, не обязательно. Если вы поели полтора часа до тренировки, вы потренировались, то вам не обязательно сразу есть, я не знаю, обед, ужин, белок или что там вам тренер говорит. Нет, не обязательно. Почему? Потому что вы сытый. А после тренировки обычно голод сбивается. Вы не чувствуете этот голод. И многие люди просто берут и едят насильно. Но это неправильно. Не нужно есть насильно. Потому что это толку не даст никакого. И то, что после тренировки у вас сжигается больше жира, это тоже неправда. Это все, если вы хотите похудеть, то у вас должен быть калорий дефисит. Если у вас калории превышают ваши нормы, то вы не похудеете. Вы будете на интервальном голодании или на каком-нибудь еще голодании, или будете на какие-то диете или еще, но это другая история. Но я вам скажу, если у вас нету дефицит калорий, вы не похудеете. Дефицит калорий нужно, чтобы похудеть. Это обязательно нужно. Вот. Еще когда вы, как я подметила, когда вы садитесь на диету, сначала уходит вода. Потом отходы пищеварения. А потом килограммы возвращаются. Почему? Потому что люди пытаются найти быстрый какой-то способ похудения. Но такого не бывает. Снисти калораж. И не мерьте все на глаз. Даже с моим опытом я не мерю все на глаз. Почему? Потому что я могу ошибиться. И там ошибся ты на 100 калорий. Здесь ошибся ты на 60. Там ты ошибся на 80. И у тебя в оконцовке за день набирается очень много. Поэтому если вы хотите именно смотреть, сколько калорий вы съедаете, то взвешивайте все. Спасибо, что оставались со мной на протяжении всего этого видео. Тем, кто не знает, я clinical nutritionist and a fitness coach. Для многих моих клиентов я и life coach, и fitness coach, и психолог, и семейный психолог. И я, в общем, все. И я очень рада, я очень ценю и благодарна всем моим клиентам, что они со мной. Если вам понравилось это видео, поделитесь на своей страничке. Подпишитесь на мой канал. И до скорых встреч. До свидания.